Я готов поддержать сегодня любой призыв, потому что после того, как власть поступила с референдумом консультативным, который мы пытались инициировать, собрались люди со всей страны. И когда нас ЦИК вежливо послал... Прокатили, да, вас. Да, но самое циничное, что нас прокатили не только члены ЦИКа, которых делегировала ПАСА, а единогласно голосовали те, которых делегировали социалисты и коммунисты. Поэтому я не особо верю в искренность, особенно Додона, честно вам скажу. Я готов объединяться со всеми здоровыми силами, а обсуждать нет проблем. Но так как сегодня и у этой партии, и у партии все нет, но что у Додона, что у Санду, у них начальники находятся за рубежом, поэтому мне ждать, пока им в очередной раз что-то разрешат делать или запретят, мне такие игры играть неинтересно. Поэтому сегодня, к сожалению, сколько круглых столов собиралось, Юля? Вот за вашу память за последние годы, один круглый стол, и с привлечением правых, и с привлечением там непонятных... И вы ни разу не принимали в них участие? Нет, я принимал участие, я был на одной встрече, которую инициировал господин Кико. Я с уважением отношусь к этому человеку, политику. И так как это был его призыв, да, там были социалисты, там были некоторые представители гражданского общества, я несколько раз присутствовал на этой встрече, но опять же, да, послушайте, у нас люди устали не только от власти, но также устали и от безделия оппозиции, потому что иметь сегодня в парламенте то количество голосов, которое имеет сегодня блок социалистов и коммунистов, и вести себя так, как ведут себя одни, ну что они делают? Раз в год рвут карту Румынии, раз в год они осуждают и говорят что-то про коллективный Запад. Эти же люди, поверите мне, я думаю, скоро у депутатов парламента в партии социалистов, их уже будет больше с румынскими гражданами, паспортами, чем сегодня есть партии ПАС. То есть, ну, такая борьба... А какую борьбу вы видите, вот будучи на их месте? Смотрите, вот, если бы сегодня в парламенте нас было... Вот с таким же количеством депутатов, как у блока коммунистов. Я вам скажу, что бы было в парламенте, если бы нас было 7-8, не столько, сколько у них, а достаточно 7-8. Гроссу бы выступал ровно столько, сколько бы ему разрешили. Любой, любой бред, любой антисоциальный законопроект, он бы блокировался не просто... Как вчера в грузинском парламенте? Ну, может быть, не так, как в грузинском парламенте, но поверьте мне, граждане страны реально имели бы народных ревизоров. Все знают, я, может быть, где-то слишком эмоциональный, где-то иногда слишком жесткий, но я всегда вещи называю своими именами. И поверьте мне, я бы точно не молчал, как они, когда, например, все знали про существование параллельного рынка по продаже газа. Когда все люди платили в стране по 29 лет, когда много экономических агентов потеряли свой бизнес, и тут выходят усатые, ребята, подождите, там есть газ от 10 до 14 лет, только вот есть газ Пыну, есть компания, филированная с братом Додона и так далее. И тогда, чем это закончилось? Каким-то молчанием. Так же, как и тогда, когда я вышел с Кроллом-2. У нас же, знаете, как партии в стране? Подождите, Кролл-2 нашел усатый, вау, а там первый компромат на Плохотника, Шора, еще на кого-то. Так, что делаем? Это была встреча блока АКУМ со социалистами тогда. Усатый хочет прийти в парламент, все это показать на всю страну. Нет, давайте скажем ему отправить по почте, а то он придет, у него рейтинговый рост. Ребята, когда интерес государства, я, например, никогда не думаю о рейтинге.